Пожалуй, Антарктида является самым изолированным и удаленным материком на планете. Она практически полностью покрыта льдом и снегом, поэтому никто не проживает там постоянно. Но несмотря на это, в Антарктиде таится множество секретов, о которых мало кому известно. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем вам о 9 секретных вещах, которые были найдены на этом таинственном континенте. Погнали! Странные звуки Наверное, вы думаете, что такое безлюдное и изолированное место, как Антарктида, должно быть очень тихим. Но это не так. Этот континент известен тем, что на нем были зафиксированы одни из самых жутких и таинственных звуков на всей нашей планете. Тем не менее, наука все-таки может объяснить некоторые из них. Например, в 2014 году внимание ученых привлекли странные звуки, которые они зафиксировали неподалеку от ледника Росса, изучая в этой местности плавучие льды. После консультации с экспертами по звуку и геологами, ученые пришли к выводу, что эти звуки обусловлены ветрами, которые провоцируют вибрацию в верхних слоях снега, проходя через ледник. Причем эти звуки меняются в зависимости от температуры окружающей среды и погоды. С ледником Ларсен Си дела обстоят иначе, когда от ледника откалываются крупные айсберги. Здесь раздаются очень страшные звуки, похожие на стук костей из фильмов ужасов. Номер 2. Секретная база Третьего Рейха В 1936 году Гитлер закончил подготовку ко Второй мировой войне. По его планам, она должна была начаться в 1940 году, поэтому в течение четырех лет он занимался поиском нефтяных месторождений и запасов китового жира на случай, если Третьему Рейху перекроют импорт. В этих целях он отправил экспедицию в Антарктиду, чтобы добыть китовый жир, который ранее Германия приобретала у Норвегии. Руководителем экспедиции был назначен Альфред Ричард, у которого уже имелся опыт в полярных экспедициях. В итоге в 1939 году китобойное судно Швабия под управлением Ричард достигло берегов Антарктиды. В 2016 году русские исследователи обнаружили в Антарктиде секретную базу нацистов, которая была основана в 1942 году и заброшена в 1944 году. На базе было обнаружено более 500 различных артефактов Третьего Рейха, которые отлично сохранились в условиях холодной погоды. Недавно в сети появился вполне обычный снимок Google Maps, одного из районов Антарктиды, который поставил в тупик многих людей. На снимке просматривалось пирамидальное строение, стоящее посреди ледников и внешне имеющее сходство с египетскими пирамидами. Но как это возможно? Ведь, как известно, древние египтяне не населяли Антарктиду, поскольку это было бы просто бессмысленно. К тому же, несколько тысяч лет назад на Южном полюсе было так же холодно, как и сейчас. Поэтому возникает вопрос, кто вообще мог построить эту пирамиду? Многие конспирологи считают, что это дело рук инопланетян, которые, по их словам, также построили и египетские пирамиды. Примечательно, что это не первая подобная сенсационная находка. В период между 1910 и 1913 годами геодезисты обнаружили первую в Антарктиде пирамиду, которую они впоследствии использовали в качестве ориентира для составления карт. Пирамида со снимка Google Maps стала второй подобной в Антарктиде. Некоторые люди полагают, что она может быть частью неизвестной горы, которая скрывается под толще льда и снега. Номер 4. Кровавый водопад. Кровавый водопад в Антарктиде В 1911 году после открытия ученые стали высказывать свои предположения касательно водопада. Тот и считал, что необычный цвет воды обусловлен наличием в леднике неких водорослей, которые меняют окружающую среду. Другие и вовсе считали, что красный водопад является доказательством того, что наша земля страдает от сильного загрязнения. Ученым потребовалось более 100 лет, чтобы наконец установить точную причину феномена. Оказалось, что красная жидкость – это поток с высоким содержанием оксида железа, вытекающий из соленого озера, которое находится под толщей ледника. Примечательно, что кровавый водопад доказывает то, что жизнь может существовать даже в самых суровых погодных условиях. Причем речь идет не только о земных условиях, но и возможности сохранения жизни в аналогичных условиях на других планетах Солнечной системы, например, под ледяными шапками Марса. Прямоугольные айсберги Помимо того, что антарктические ледники и айсберги могут издавать пугающие звуки, они также могут принимать самые удивительные формы, в частности, прямоугольные формы. Если вы думаете, что в этом нет ничего удивительного, то вспомните, когда вы в последний раз видели подобное ледяное чудо, сотворенное природой. В октябре 2018 года ученый из НАСА Джереми Харбекс сфотографировал прямоугольный айсберг, который был обнаружен на севере Антарктиды. Из-за своей своеобразной формы его окрестили пластинчатым айсбергом, а фотография айсберга быстро разлетелась по интернету. Некоторые конспирологи тут же предположили, что этот айсберг может быть космодромом пришельцев или секретным правительственным укрытием. Но все куда проще. Пластинчатые айсберги иногда откалываются от ледников, а их прямоугольная форма с открытыми углами и гладкой поверхностью может свидетельствовать о том, что они откололись совсем недавно. Поэтому в следующий раз вы можете похвастаться перед своими друзьями знаниями о происхождении таких удивительных кусков льда. Следы НЛО Некоторые люди считают, что пришельцы могут использовать удаленную от остальных материков Антарктиду в качестве места своей деятельности. В 2018 году в сети появился снимок Google Maps, на котором просматривается место крушения летающей тарелки на одном из ледников Антарктиды. Этот снимок буквально свел с ума всех любителей конспирологии. Но если бы летающая тарелка действительно потерпела крушение и застряла в леднике, то рядом с местом крушения должны были бы найти труп инопланетянина, не так ли? На самом деле все проще. Ученые считают, что такой след в леднике мог оставить какой-нибудь крупный валун в результате схода лавины или оползня. Если принимать во внимание эту точку зрения, то снимок с якобы упавшей летающей тарелкой приобретает более здравый смысл. Возможно, мы обнаружим следы пришельцев в следующий раз, и не в Антарктиде, кто знает. Кратеры Около 250 миллионов лет назад огромный метеорит упал в районе нынешней территории под названием Земля Уилкса, которая находится на востоке Антарктиды. Считается, что этот метеорит спровоцировал массивное Пермское вымирание, которое стало крупнейшим массовым вымиранием за всю историю. Кратер от удара метеорита был обнаружен на глубине 800 метров подо льдом около 10 лет назад. Некоторые ученые полагают, что падение метеорита в этой области также спровоцировало начало разделения суперконтинента Гондвана. Тем не менее, это не единственный кратер, обнаруженный в Антарктиде. В 1989 году возле полярной станции Король-Бэдуэн было найдено место падения другого метеорита. Хотя многие ученые сомневаются в том, что обнаруженное глубление является кратером. Помимо этого, в 2004 году на территории Антарктиды также упал еще один метеорит. Поэтому, может быть, инопланетяне и не бывали на Антарктиде. Однако этот континент не раз встречался с обломками и небесными телами из космоса. Глупо предполагать, что в ледяной Антарктиде могут быть горячие поверхности. Но на самом деле, в ноябре 2018 года было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, что под антарктическим слоем льда скрывается так называемая горячая точка, размеры которой втрое превышают Лондон. Безусловно, для того, чтобы эта точка растопила весь лед на Южном полюсе, потребуется очень много времени. Однако уже сейчас из-за воздействия температуры горячей точки ледяной слой Антарктиды начал немного проседать. Многие считают, что этой горячей точкой может быть некий подземный вулкан. Но ученые сходятся во мнениях, что тепло исходит от радиоактивных горных пород, расположенных в верхней коре Земли. Исследователи пришли к этому выводу, проведя изучение трех километров ледяного слоя, расположенного над горячей точкой. Непонятно лишь, каким образом радиоактивные горные породы попали под толстый ледяной покров. Экосистема под айсбергом Антарктида – это покрытый ледником континент без городов и постоянных поселений. Здесь живет несколько видов животных, а также ученые, которые исследуют этот загадочный мир. Тем не менее, в этом месте часто происходят удивительные события. Например, в июле 2017 года от ледника Ларсен-Си от колосса Айсберг. Весом в триллион тонн и площадью в 5,8 тысяч квадратных километров. По мере приближения ледяной массы к морю, ученые установили, что под айсбергом находится целая экосистема, которая была скрыта от древнего света на протяжении 120 тысяч лет. Морская вода и неглубокое дно, которое прежде покрывал айсберг, постепенно становились доступными для солнечного света и начали сообщаться с остальными частями океана. Ученые сразу же собрали экспедицию, чтобы изучить экосистему и ее процессы в первозданном виде. В итоге им удалось обнаружить многие древние живые организмы, которые ранее были неизвестны. Исследование отколовшегося айсберга продолжается до сих пор. Ну а в комменты напишите, как вы думаете, существуют ли инопланетяне на Антарктиде или летающие тарелки? Интересно будет почитать ваше мнение в комментариях. И если вам было интересно, то обязательно поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы уже завтра не пропустить новое термоядерное видео. Спасибо вам за просмотр. Кстати, если у вас есть время, вы можете заценить несколько предыдущих выпусков.